Добрый день, уважаемые коллеги. Аманула Кудыковна, вы меня видите? Да, я вас вижу. Аманула Кудыковна, добрый день, рада вас приветствовать. Здравствуйте, очень рада вас слышать. Уважаемые коллеги, я пока хочу попросить участников, я вижу 148 участников наших коллег, проявивших интерес к сегодняшней презентации. Я очень вас прошу выключить свои микрофоны. Жанна Аркасовна, пожалуйста, выключите микрофон. Далее еще раз, потому что будет создаваться фон, будет плохая слышимость. Гульбара Майтасовна, пожалуйста, выключите микрофон. Далее я вижу, кого еще, кто не выключил микрофон. Алма, Альбина, Анжела. Уважаемые коллеги, извините, что без очков, вы так выглядите в сети. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, на изображение микрофона, они у нас должны быть перечеркнутые, коллеги, перечеркнутые ваши микрофоны. Потому что идет такой фон, и будет плохо слышно лектора. Список потом. А, Игоревич, я могу вас представить, да, все уже? Да, конечно, конечно, да. Меня зовут Игоревич Анатольевна Десенова. Я заведующая кафедра инфекционных тропических болезней Казахского национального медицинского университета Синдиарова. По вопросу практического здравоохранения, особенно после лекции профессора Милера из Новосибирска, возникло очень много вопросов по практическому характеру, которые стали звонить и задавать Анатольеву Игоревичу. Вы знаете, что у нас еще вышел протокол, обновленная версия 10 протокола от 15 июля 2020 года. Вы знаете, в этом протоколе у нас прописаны все показания, диагностика, схемы антикоагулянтной терапии. Тем не менее, в практической деятельности у каждого доктора возникает вопрос, потому что они работают с пациентом индивидуально. могут возникнуть, это могут быть и молодые, не коморбидные пациенты, это могут быть пациенты уже с венозными тромбоэмболиями. И поэтому мы попросили Ахмеджана Бегалевича, чтобы он нам подробно рассказал, помог практическим врачам сориентироваться, потому что это очень серьезная терапия. Ахмеджана Бегалевича, это не рутинная терапия, которую можно взять и без диагностики специфической, без анализа назначить и не отслеживать эту терапию. Поэтому поздравляю вам завершающего кафедры внутренних болезней нашего университета, членом группы с тромбозом, инсультами сердца Европейского общества кардиологов Сугралива Ахмеджана Бегалевича. Это у нас уникальный специалист, является тромбоангиокардиологом и очень много консультирует этих пациентов, спасу очень много пациентов, поэтому мы очень рады, что он в нашей группе разработчиков клинического протокола и внес существенный вклад в его улучшение. Бахтургалиевна присутствует в нашем чате, она знает об этом. Поэтому слово вам, Ахмеджан Бегалевич. Если у вас будут вопросы, наверное, будет время прямом эфире задать или можете их уже писать на чат. Ахмеджан Бегалевич, вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Добрый вечер, глубоко уважаемая Амангуль Куандыкана, Бахтургалиевна. Конечно, в такое время, конечно, мы сейчас живем, и естественно, что если исходить из позиции, то есть получается патогенеза, развитие ковида, то есть концепция микроклотца, то есть которой предложили наши коллеги из клиники Святого Рафаэля назвать эту болезнь, как здесь показано, микроклотц. Видите, слово микроклотц исходит из того, что микроваскулярное, то есть это получается микроваскулярное, С, это означает, это ковид, как видно на этом слайде, И, это означает ковид. А дальше, что получается, Л, это легкое, получается, О, слово, это обструктивное, тромбо-воспалительный синдром. Дело в том, что, смотрите, получается, мы знаем о том, что это заболевание было описано, что в конце прошлого года, поэтому заболевание это носит ковид-15. Но итальянцы, когда столкнулись с потоком пациентов, которые вот сейчас мы имели, имеем сейчас, когда пациенты в течение нескольких буквальных часов дней умирали от острого респираторного дистресс-синдрома, возникла рабочая группа, состоящая из мульти-дисциплинарной команды, из клиники Святого Рафаэля города Илана, они предложили вот эту именно концепцию. И я, конечно, хочу рассказать об этой концепции, как, понимаете, да, как рабочая гипотеза, вот эта вот, чтобы описать причину атипичного острого респираторного дистресс-синдрома у больных, конечно, COVID-19. Мы видим на этом слайде, что вот он вирус, да, наш коварный вирус. Нужно сказать, что у этого вируса, то есть он имеет определенное сходство с вирусом лихорадки ДНГ, и возможно, что у этого вируса имеется свой тромбогенный, конечно, потенциал. Уважаемые коллеги, пожалуйста, выключите микрофон, мне очень сложно. То есть вирус, возможно, имеет тромбогенный потенциал, как, допустим, вирус Эболы. Он, естественно, проникает в наш организм, используя рецептор ангитинзин, превращающего ферменты тромбогенов, как показано здесь. Естественно, что нужно сказать, что который находится, сейчас в следующем слайде покажу, в основном этот рецептор находится в сосудах, в сосудах легких, в эпителиях, альвелярных эпителиях, естественно, в желудочно-кишечном тракте. Поэтому если мы съели, может быть, как-то, если вирус нам попал через желудочно-кишечную тракт, то у наших пациентов бывает, конечно, желудочно-кишечное расстройство. Естественно, вирус внедряется в организм, происходит его репликация. Естественно, он, естественно, оказывает прямое токсическое действие, которое, естественно, приводит к развитию так называемых воспалительных аларминов. Я сейчас просто покажу, который алармины, вот сейчас просто клип, но сейчас вот так они выглядят, вот это цитокины, вот, конечно, это алармины. Выработка вот этих вот аларминов, то есть получается, что клеток, который сигнализирует, что в организме происходит бедствие, происходит так называемый синтез, то есть получается цитокинов, то есть так называемое развитие цитокинового шторма. И в частности здесь показано, это, конечно, большое количество выработки интерлекина-1, интерлекина-6, вот сюда мы сегодня чуть-чуть, я, конечно, коснусь, которые приводят как раз-таки к развитию тяжелого повреждения эндотелия сосудов, то есть эндотелия, и альвелярных клеток. И это как раз так и является причиной так называемого острого, атипичного, тяжелого респираторного, конечно, синдрома. И чем она проявляется клиническая? Прежде всего это что? Снижением сатурации, вы видите, да? То есть получается ухудшение баланса вентиляции. У этих пациентов очень высокая концентрация уровня ЛДГ и очень высокая концентрация уровня Дедимира. Если мы видим низкую сатурацию, высокий объем поражения легких и высокое увеличение уровня ЛДГ и уровень Дедимира, высокий уровень, это, можно сказать, типичное проявление, конечно, острого, атипичного респираторного и стресс-синдрома, в основе которого, конечно, лежит образование микротромбозов легких. Если изначальной концепции думали о том, что доктора думали, нужно делать вентиляцию, оказалось, что вентиляция неэффективна при применении адекватной антикоагулянтной терапии. Вы видите, что получается? Обязательно, то есть низкий уровень сатурации, то есть наличие микротромбозов у легких, высокий уровень ЛДГ, эпидемера, это является типичным клиническим проявлением как раз-таки острого, как раз-таки атипичного респираторного и стресс-синдрома, который предложили группа специальных, то есть прекрасных специалистов из клиники Святого Рафаэля из города Вилан. Затем, видите, наши другие коллеги, то есть получается, другие коллеги предложили, конечно, то есть развивали дальше концепцию и дальнейшие концепции, то есть показаны на этом слайде. То есть если, допустим, рабочая группа, то есть мультидисциплинатная из Милана, они больше описывали развитие микротромбозов, то наши коллеги, французские коллеги, они еще сюда дописали макротромбозы. Я просто хочу в этом слайде просто показать еще, вот как это, конечно, у наших пациентов COVID-19 происходит. Но в верхней части видно, да, что получается, что это коварный наш вирус, непростой, он проникает в наш организм, используя рецепторы ангитензин, превращающие фермента 2, которые находятся, видите, в этой части, он находится в оливулярных клетках легких, он находится в сосудах легких, он находится, конечно, в сердце, он находится в почечной ткани, в желудочно-бильярдном тракте. То есть, вот получается, проникая этот вирус, он, естественно, вызывает выраженный иммунный ответ. И если он, естественно, очень хорошо выражен, конечно, да, ну, в частности, если, скажем, высокая лихорадка, она, конечно, проявляется в виде так называемого, все это об этом хорошо знают, цитокинового шторма, который характеризуется высоким уровнем, то есть, интерфекина-1, интерфекина-2, интерфекина-6, факторы некрозоопухоли, интерферонов и другие. В свою очередь, то есть, получается, наличие вот этого выраженного иммунного ответа, конечно, приводит к развитию локального системного воспалительного ответа, и это как раз таки приводит, видите, да, то есть, получается, к повреждению эндотелия, да, то есть, вирус, они кают через эндотелий, повреждая его, но мы знаем, что вот на, если взять, то есть, патогенез развития тромбоза, то есть, повреждение эндотелия стоит на первом этапе образования тромба. В вторую очередь, то есть, наличие системного воспалительного процесса приводит к чему? К состоянию гиперкоагуляции, видите, да, то есть, они между друг друга, естественно, они усиливают. И надо следующий момент, что нужно сказать. У пациента с COVID-19, то есть, на фоне лихорадки, то есть, лихорадка, одышка, то есть, гипоксия, что приводит? Это приводит к тому, что больной вынужден находиться в постели, естественно, и замедляется, что получается? Он лежит в постели, это приводит к снижению скорости кровотока, то есть, получается, замедление скорости кровотока. И, естественно, это вот именно, что вот эндотелепатия, гиперкоагуляция, лечет за собой достаточно большое количество так называемых прокоагулянтных элементов, и которые, конечно, приводят, в частности, развитию микротромбоза, то есть, получается, как причина развития, видите, как я уже сказал до этого, острого респираторного дистресс-синдрома, и это же может привести к образованию так называемых макротромбозов. И чаще всего макротромбозы, сейчас говорят, бывает в системе, конечно, головного мозга, и в том числе, можно сказать, в синусах, то есть, генозных синусах. И это, естественно, приводит к развитию тромбоза глубоких ген и тромбомболею обычных артерий. То есть, исходя из этого слайда, то есть мы имеем какое состояние у больных в COVID-19. С одной стороны, то есть первая концепция, макроклодс, то есть получается, да, микротромбозы у легких, то есть на месте, то есть легочные ткани, получается. И второе, конечно, это что? Макротромбозы, тромбы в ногах, понимаете, да, тромбы в ногах и тромбомболею легочных артерий. Давайте посмотрим, давайте посмотрим следующее. Слайд не двигается. Слайд не двигается. Слайд не двигается. Ну, это вот, видите, да, то, что я хотел показать просто, да? То есть у больных с COVID-19 прежде всего в результате внедрения, то есть прежде всего эндотелепатия, гиперкоагуляция, снижение тока крови, то есть это классическая треада Виркова для, конечно, формирования тромбоза у больных. И вот как раз таким доказательством вот этой концепции, это наших и прекрасных итальянских коллег, нужно сказать, и наших коллег из Франции является результатом аутоксинного исследования, которое было проведено в Германии. Мы знаем о том, что аутоксинное исследование у подобных пациентов запрещено, но в то же время наши немецкие коллеги позволили, то есть это, как называется, в Германии, у каждого региона практически свое родительство, они решили, то есть с определенным периодом пациентов, 12 пациентов, из которых просто 10 умерли в стационаре, и 2 человека умерли в домашних условиях, они приняли вскрытие. Вот посмотрите, пожалуйста, вот эти данные. Причем, смотрите, получается, в 58% случаев умерших пациентов, этим пациентам не был установлен диагноз тромбоза или тромбоамболия легочных артерий. Но на вскрытии, на вскрытии у этих пациентов нашли тромбоамболию легочных артерий и тромбилатеральный тромбоз глубоких вен. Вы, пожалуйста, посмотрите, что тут происходит. То есть угроза, все такое. Это что, нужно утвердить или отклонить? То есть все время происходит. То есть, извините, пожалуйста, тут технические сложности. Просто прежде всего, что хотелось, что наши немецкие коллеги, то есть почти у 60% пациентов, умерших от COVID-19, нашли признаки венозной тромбоамболии в виде тромбоза глубоких и тромбоамболии легочных артерий, которая не была диагностирована, конечно, при жизни пациента. Вот смотрите, да, почти 60%. И нужно сказать, что как это выглядит, конечно, макроскопически, я, конечно, скажу, что в макроскопическом исследовании, нужно сказать, в трех случаях причиной смерти была массивная тромбоамболия, которая исходила из, конечно, глубоких вен нижней конечности. И, как правило, большинство пациентов, вот у нас билатеральный характер, то есть получается это с двух сторон. И следующий момент нужно сказать, что у большинства мужчин, умерших от COVID-19, выявлена высокая частота тромбоза венозных сплетений предстательной инфекции. И нужно сказать, что при гистологическом исследовании легких, это было что? Это тяжелейший альвеолит, деструктивный альвеолит, который был характерен для ранней формы острого респираторного и стресс-синдрома. То есть что хочется сказать, что результат альтопсинного исследования показывает, то есть подтверждает идею наших итальянских коллег и, конечно, наших французских коллег. Так, вот сюда нужно нажимать, а вы меня скажете, а вот сюда. А, все хорошо. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вопрос антикоагулянтной терапии. Антикоагулянтной терапии у наших немецких коллег. Если посмотреть вот всех этих пациентов, посмотрите, пожалуйста, из 12 пациентов всего 3 пациента получали антикоагулянтную терапию. Причем из них один получал ревароксабан, один получал эноксабарин, и, конечно, третий, конечно, получал эноксабан. Но если смотреть сегодняшнюю позицию, конечно, в данном случае, конечно, была, конечно, неадекватная антикоагулянтная терапия у этих пациентов. Вот как это выглядит, то есть тяжелейший адгиолит, и что еще нужно сказать, это наличие микротромбы, то есть маленьких легочных артерий, микротромбы, микротромбы, и везде, конечно, микротромбы. То есть что нужно, хочу сказать, уважаемые коллеги, результаты аутопсинного исследования наших немецких коллег реально подтверждают, то есть правильность концепции, которые предложили наши итальянские, конечно, коллеги. Вот это как выглядела, конечно, в виде ковидной легкой, вот как она выглядит внешне, и посмотрите, пожалуйста, какой мы видим тромб в системе легочной артерии, это, конечно, тромб, конечно, в ногах, естественно, но это, видите, как это массивный тромбоз венозных сплетений, конечно, предстательной железы у умерших, конечно, пациентов. Если мы говорим о том, что у больных COVID-19, то есть высокая частота тромбозов, то есть получается, с одной стороны, макротромбозов, то есть в виде тромбоза глубоких вен, или тромбомболея легочных артерий и микротромбозов, как мы можем все-таки диагностировать в нашей ежедневной практике тромбозы глубоких вен? Но прежде всего, то есть есть методы, которые прямые, которые устанавливают наличие тромбоза у наших пациентов, это, конечно, проведение компрессивной ультрасонографии. В нашем национальном протоколе написано, всем пациентам, мы хотим этого добиться в нашей стране, всем тяжелым пациентам, которые поступающие в стационар, надо проводить скрининговое ультразвуковое исследование вен нижней конечности. Для чего? Для установления диагноза тромбоза, это в первую очередь, и, естественно, для определения дозы антикоагуляции. Это очень важно. Причем, это вот, это консенсусный документ, который вышел в 2019-2018 году, в апреле месяце выйдет, да, что нужно сказать. В случае неясности, в случае неясности необходимых в течение 10 дней, то есть нужно повторить, нужно посмотреть, уменьшается ли, или, допустим, что прогрессирует тромбоз, в случае прогрессирования, конечно, не нужно. Вот как нужно это делать? Вы видите, то, что получается? Вот это как раз-таки руковой датчик стоит в зоне паховой складки. Видите, да? Паховой, когда вот ультразвуком мы, то есть, нажимаем на этот датчик, мы видим артерию, которая пульсирует, мы, естественно, видим вену. Вот надавили, допустим, да, вена всегда давливается. То есть это говорит о том, что есть тромба. Если вена не сдавливается, это говорит о том, что в кости вены имеется, конечно, тромб. Это является доказательством наличия тромба, наличия тромбоза глубоких вен, конечно, в нашем случае, конечно, у наших, конечно, ковидных пациентов. Ну, последние месяцы мы стали видеть еще какие-то тромбозы. То есть, получается, мы стали видеть нейроковид. То есть, получается, что вот это, получается, тромбозы венозного синуса, это вот тромбоз сагитального синуса, вы видите, да, то есть получается. Ну, естественно, что, видите, да, вот причины, в основном, тромбозы венозного синуса чаще встречаются, конечно, у беременных. Она, естественно, чаще у молодых встречается на фоне простуды. То есть получается, что вот этот воспалительный процесс легче, конечно, пройти туда. Ну, это, конечно, нужно сказать, это собственные наши наблюдения. Тромбы можно находить везде абсолютно. Это вот тромбы, видите, нижние полы и вене. Это наши клинические случаи. Но вы видите, что получается, это через несколько, через три недели после лечения. Но те, которые сейчас, если меня смотрят мои коллеги из Солдиновской больницы, они знают этого пациента. Вот видите, что на фоне хорошей, адекватной антикоагулянтной терапии можно вылечить, конечно, эти тромбы. Следующий момент. То есть получается, мы с вами поговорили о прямых методах диагностики тромбоза. А существует какой метод? Существует так называемый лабораторный метод присутствия, то есть косвенного присутствия тромбоорганизма. Это прежде всего, конечно, уровень дидемира. Но вот видите, да, то есть получается, на этом слайде вы видите, что получается процессия, то есть получается формирование, то есть получается фибриногена. В данном случае, да, с фибриногена образуются два таких мономера. То есть видите, получается A и B, которые просто получается, да, которые сшиваются с помощью 13-го фактора, то есть и превращают его в фибрин. То есть это одна страна, то есть получается образование, то есть получается фибрина. Но мы знаем, что в организме всегда существуют две системы. То есть одни системы, которые хотят свернуть кровь, а другая система, которые хотят его растворить. То есть это другая система, то есть растворяющий тромб. То есть тот плазминоген, который формируется из плазминогена, что делает? Он расшивает вот этот сшитый фибрин. И вот дидемир это что является? Это является расшитым фибрином, является это наличием расшитого фибрина. То есть почему я это все показываю? Потому что, смотрите, у нас могут быть пациенты с дефицитом 13-го фактора, но доля этих пациентов в мире, он не такой большой. То есть получается, дидемир, он показывает именно что, да, то есть наличие сшитого фибрина 13-го фактора. Но если у нас будут пациенты с дефицитом 13-го фактора, мы не увидим увеличение уровня дидемира, но мы можем просто увидеть, то есть у нашего пациента будет тромб. Понимаете, да? Поэтому просто что есть, просто есть правила, конечно, есть исключения. То есть мы не можем увидеть высокий уровень дидемира у пациентов с дефицитом, конечно, нужно сказать, такого 13-го, конечно, фактора. Это, это, дальше что-то. Следующая информация. То есть в международном протоколе, то есть в первую очередь это протоколе... Сотовый телефон, алло. Там у кого-то рядом сотовый телефон, фонит поэтому, фонит. Уберите сотовый телефон. Следующий документ. То есть получается, я хочу сказать, наш национальный протокол, он, естественно, составлен из существующих на сегодняшний день международных, то есть консенсусных документов, консенсусных документов. И первый, конечно, документ, который опубликовали опять-таки наши итальянские коллегии. То есть получается, и я хочу сказать, это общество Сайсет, просто, да, получается в данном случае, это достаточно солидная организация. Вот они говорят о том, что, первое, видите, да, всем пациентам, всем пациентам, которые госпитализируются в стационар с COVID-19, необходимо проводить, прежде всего, нужно проводить исследования, которые изучают функцию гемостаза, обязательно количество тромбоцитов, и обязательно нужно проводить скрининговое ультразвуковое обследование на предмет появления тромбоза глубоких век. И надо сказать о том, что мы тоже написали, и в нашем протоколе это тоже так же звучит. Ну, естественно, что, опять-таки, это те же данные, просто, что позволяет просто, да, проведение полного, комплексного, компрессионного ультра-сценографии через каждые 2-7 сантиметра, он, естественно, позволяет установить диагноз тромбоза глубоких вен. Это что? В случае установления, вы видите, да, что нужно давать терапевтическую дозу, то есть, получается, гепаринов. Понятно, да? То есть, вот, сейчас я, конечно, позже немножко скажу, тоже скажу. Что нужно сказать, что же все-таки из наших лабораторных методов определяет прогноз все-таки, да? Прежде всего, конечно, Гедимир, да? Гедимир. То есть, получается, я уже почти месяц, наверное, работаю с нашими коллегами из разных больниц нашей страны, я просто спрашиваю, коллеги, вы мне скажите, что у вас, на сколько норм? Две нормы, четыре нормы, пять норм. И я просто хочу призвать всех коллег, которые меня слушают, есть ли АИЛТ, они называют цифры, у всех разные единицы. Сколько норм повышена АИЛТа? Сколько норм повышена АИЛТа? Насколько, вот, понимаете, это очень важно, что получается. Четыре нормы Гедимира, видите, да, четыре нормы Гедимира, это, естественно, показатель плохого прогноза, с одной стороны. С другой стороны, присутствие тяжелого ООД-синдрома, естественно. И следующий момент, это присутствие тромба у наших пациентов с ковидом. Понимаете, да? Мы уже говорили, что если Гедимир, он повышен, это, пожалуйста, это говорит, что сидит тромб в человеческом организме. Но вы, если сидит, конечно, в микрососудах легких, конечно, вы не найдете. Но я хочу, забегая вперед, что сказать, что если, как вчера мы пациента обсуждали из Тараза, смотрите, да, если пациент задыхается, если пациент задыхается, и, естественно, что нужно сказать, что нужно провести, естественно, ультразвуковое исследование, если все чисто, нужно что сделать? Нужно проводить эхокардиографические исследования. Для чего? Для того, чтобы установить, то есть наличие тромбомболии легочных артерий по косвенным признакам на эхокардиографии. Вчерашняя наша консультация из города Тараз показала, что эхокардиографии не дают никаких источников со стороны правых отделов сердца. Там все хорошо, нижний пол и все нормально, все-все хорошо. Единственное, что низкая сатурация, низкая сатурация, почти 10 норм дедимира. Высокая степень поражения легких, это говорит о присутствии у больного тяжелого, то есть ОРДС-синдрома. То есть получается, да, это что? Нужно исключить в этих случаях, конечно, косвенные признаки, эхокардиографии, присутствия тромбомболии легочных артерий. То есть четыре нормы. Это плохой прогноз, естественно. С другой стороны, что нужно сказать, что уровень дедимира, это есть, конечно, это что? Это что? Предиктор, он предсказывает, насколько у вашего пациента развивается острый респираторный дистресс-синдром. И еще нужно сказать, что именно уровень, конечно, дедимира всегда коррелирует, да, видите, да, получается, да, с наличием, конечно, у наших пациентов цитокинового штурма. И поэтому нужно на сегодняшний день сказать, что воспаление и тромбоз, то есть тромбовоспалительный, то есть обструктивный тромбовоспалительный синдром у ковидных пациентов, это те процессы, которые усиливают друг друга у ковидных пациентов и нередко, конечно, определяет, конечно, прогноз пациента с COVID-19. Следующий момент, что хотелось обратить внимание, это пугающее исследование наших французских коллег у критических пациентов по частоте встречаемости генозных тромбозов, именно у критических пациентов. Посмотрите, пожалуйста, частота тромбоза по данным компрессионной ультразонографии была установлена у 65% через 48 часов процент увеличился, понимаете, почти на 20% в виде, да? Причем это большинство носит билатеральный характер. И причем, смотрите, почти на 20% увеличение тромбоза у этих пациентов происходило на фоне, конечно, применения то есть низкомолекулярного гепарина. Вот это касается, конечно, прежде всего критических пациентов. Но каковы же данные наших американских коллег из города Нью-Йорка, они более, так скажем, знаете, более успокаивающие, чем, то есть по частоте тромбозов у наших французских коллег, видите, он гораздо меньше. Но, что не совсем хорошо, конечно, у них у американцев высокая частота развития артериальных тромбозов, которые приводили, то есть, которые наблюдалось 111%, с частотой ишемического инсульта почти у 2%, инфаркта миокарда у них почти 9% и, конечно, в развитии системных тромбоэмболических осложнений. Причем, нужно сказать, видите, да, среди пациентов, которые находились в отделении реанимации, то есть, да, отделении реанимации интенсивной терапии, частота тромбоэмболических осложнений примерно 2-2,5 раза выше по сравнению с пациентами, конечно, которые находятся, конечно, в обычных отделениях. Ну, следующее нужно сказать, еще раз просто сказать, то есть, получать следующие какие-то данные, то есть, эндотелли и кауглопатия, то есть, у наших пациентов, они тоже доказаны, которые, это новая публикация, буквально, буквально, позавчера она пришла, которая публикована в Ланцете, вы видите, да, высокий уровень дедимира, прежде всего, да, дедимира, фактора вонвилибранта, то есть, активность восьмого фактора, восьмого фактора, видите, да, большинство, конечно, у тех пациентов, конечно, которые находятся в отделении интенсивной, конечно, терапии. То есть, еще до публикации последних двух вот статей, конечно, и наши итальянские коллеги, то есть, по тромбозу и гемостазу, они написали такую фразу. Настоятельно нужно рекомендовать всем пациентам с COVID, просто, да, тяжелым пациентам. Это низкомолекулярные гепарины, по алфавиту я написал, надро, веноксепарин, низкомолекулярные гепарины фонда паренокс в утвержденных дозах для профилактики генозных тромбоэмболических осложнений, всем, конечно, госпитализированным пациентам с COVID-19. Вот, уважаемые коллеги, я просто хочу сказать, если больной поступает в тяжелом состоянии, пожалуйста, нет необходимости определения степени риска развития тромбоза по шкале АДУА, то есть, получается, если тяжелый, не надо, это уже показания для назначения, то есть, гепариновой терапии. Но нужно сказать, что вот с учетом полученных данных, то есть, наши, то есть, получается, итальянские коллеги рекомендуют применение, возможность применения промежуточной дозой, то есть, получается, с дозой, посмотрите, получается, не менее 3800 международных единиц каждые 12 пациентов пациентам с множествами и факторами риска, такими как индекс массы тела больше, генозная тромбоэмболия в анамнезе, активный рак. Но давайте посмотрим, что написано в наших рекомендациях, видите, да, это вот из нашего протокола, видите, да, в нашем протоколе есть такая фраза, видите, да, но мы, конечно, сюда включили препараты, которые зарегистрированы в Казахстане, у нас есть то же самое профилактическая доза, у нас есть промежуточная доза, то есть, получается, профилактическая промежуточная доза, и вот я просто хочу сказать, по гепарину, то есть, получается, 5000 международных единиц на трех раз в сутки. Но, уважаемые коллеги, просто, если вы применяете гепарин, просто 5000 международных единиц три раза в сутки, с профилактической целью, пожалуйста, не делайте АЧТВ, нет необходимости, АЧТВ необходима, когда вы проводите терапевтическую дозу, то есть, в данном случае, то есть, рутинная необходимость, но просто я хочу сказать, что биодоступность при подкожном введении гепарина составляет примерно 27-28%, мы поэтому написали 30%, но в то же время он является препаратом выбора при наличии, конечно, холопа, при расчетной скорости клубочковой фильтрации меньше 30 мл в минуту. Уважаемые коллеги, я просто хочу сказать, что нельзя назначать антикоагулянтную терапию без определения расчетной скорости клубочковой фильтрации. Как она определяется, уважаемые коллеги? Прежде всего, это что нужно? Это уровень креатинина, второй, это нужен вес, возраст, пол пациента. Существует достаточно много формул, которые просто это очень легко определить. То есть, получается, что хочу сказать, уважаемые коллеги, всем пациентам, которые поступают в больницу, необходимо применение профилактической промежуточной дозы низкомолекулярных гепаринов, допустим, да, и естественно, что, конечно, гепарина. Но здесь написано в фонда Паринокс, где получается препарат выбора в наших странах, если у пациента, конечно, имеется тромбоцитопения. Я, конечно, сейчас покажу позже немножко слайдей. Уважаемые коллеги, мы очень стали часто видеть пациентов с тромбоцитопенией, когда пациент на амбулаторном этапе принимает левофлаццин, цифтриаксон, естественно, но эти, я сейчас покажу даже инструкции к этим препаратам, они действительно просто вызывают, конечно, тромбоцитопению. А что значит тромбоцитопения? Это, конечно, кровотечение в наших пациентах. Но что касается применения терапевтической дозы, которая просто, я не знаю, в России очень сильно, то есть те спикеры, которые приезжают, которые как это освещают или нам говорят, как нужно лечить в Казахстане, и хотя нужно сказать, что в России не совсем такая, не у всех такая существует позиция, но нужно сказать, что в международных документах имеется такая фраза, естественно, наши коллеги не откуда-то взяли, конечно, но в настоящее время в международных документах не поддерживается использование терапевтической дозы низкомолекулярного гепарина и, возможно, допустим, нефракционированного гепарина, потому что при отсутствии, при отсутствии установленного диагноза тромбоза губов. Хотя просто нужно сказать, что вот это исследование, которое опубликовано группой экспертов, то есть во главе с Валентином Фустером, которые показали, то есть снижение на 18% витальности у больных, которые находятся на вентиляции. Уважаемые коллеги, вот у этих пациентов возможно оправданно, понимаете, применение. Давайте посмотрим, что написано в нашем протоколе. Видите, да, что получается. Терапевтические дозы антикоагулянтов назначаются в случаях только подтверденных диагноза тромбоза глубоких венок и тромбомболия левочных артерий. Возможно, оправданно, видите, но однако, то есть получается, но вы можете это написать после консилиума, но однако доказательств в мире не существует. И вот как раз таки в нашем протоколе это, естественно, написано. Поэтому я просто хочу сказать, что вопросы именно стационарного этапа антикоагулянтной терапии в нашем протоколе полностью соответствуют, то есть тем публикациям, международным публикациям, которые имеются, конечно, на сегодняшний день. На сегодняшний день. Почему просто, уважаемые коллеги, почему мы говорим, что лучше применять низкомолекулярный гепарин, чем обычный гепарин? Вот на этом слайде как раз таки показано, что если мы вводим пациенту гепарин, он не специфически связывается с антитромбином 3. Нам что нужно? Нам нужно вот это, вот это нужно связать. Но гепарин, знаете, что это большая такая молекула, он связывается с эндотериальными клетками, он связывается с иммунными клетками, он связывается с большим количеством протеинов, то есть получается, который высловождается в период активного воспаления и предсказать антикоагулянтные свойства обычного гепарина у ковидных больных, конечно, да, у ковидных больных, конечно, не представляется возможным. Ну, давайте кликну сейчас вот следующий, да, но если мы будем использовать низкомолекулярные гепарины, ведь они только связываются с антипромбином 3, у них минимальное лекарственное взаимодействие, в том числе с противовирусными препаратами, и поэтому просто, и если даже, смотрите, если мы дадим даже терапевтическую дозу, и говорят, то АЧТВ, которая у ковидных больных, она не совсем соответствует, то есть реальной форме, понимаете, да, поэтому, естественно, предпочтительное, конечно, использование низкомолекулярной гепарина. Ну вот мне просто коллеги передали, как, конечно, лечим, то есть получается у нас есть протокол, национальный протокол, но как реально просто следует нашему протоколу, наши коллеги, вы видите, да, что получается, опять-таки, это, то есть меропенем, то есть получается левофлоккоцин, анметрит, тромбо-ICC, то есть клопидогрель и так далее, и так далее. Уважаемые коллеги, я просто хочу сказать, тромбо-АС, тромбо-ICC, клопидогрель относится к группе антитромбоцитарных препаратов. Да, возможно, применение, возможно, что, возможно, имеется место, то есть полезность применения антитромбоцитарных препаратов, но это не является приоритетным препаратом у тяжелых пациентов. У этих пациентов, это, конечно, основным методом лечения является применение антикоагулянта. Но прежде всего, конечно, нужно сказать о том, что это что? Это низкомолекулярный гепарин, тут еще какой-то векроакустический массаж 4 раза в сутки, я не знаю, есть ли наказательство подобного метода получается в лечении, конечно, ковидных пациентов. Следующее. Почему нужно сказать, что антикоагулянтная терапия, она является не только препаратами, которые спасают больных, надо сказать, от ковидных пациентов. Вот то, что я сейчас буду говорить, это, конечно, концепция, то, что я нашел из источников, видите, да, и предпочтительно, конечно, использование препаратов, которые обладают антидиситактивностью, видите, да, антидиситактивностью. Вот у меня, оказывается, сместился слайд, получается, надо сказать о том, что увеличение, то есть десятого фактора влечет за собой, видите, да, влечет за собой увеличение интерлекина-6. Если мы подавим, просто, видите, да, вы на этом сзади как видите, если уменьшаем активность десятого фактора, мы можем, конечно, уменьшить, конечно, да, активность интерлекина-6. Но вот это то, что вот наши сейчас говорят, то целезумаб, то есть получается, что нужно допустить мысль о том, что антикоагулянты, то есть подавляющая активность десятого фактора, то есть туда, если относится, конечно, низкомолекулярный гепарин, фондопаринокс, они могут, естественно, косвенно, конечно, нужно предполагать, конечно, уменьшают, конечно, уровень интерлекина, конечно, 6, 6, это очень хотел сказать. И следующий еще один момент, я просто хотел сказать, возможность применения тромболитической терапии у ковидных пациентов, то есть получается, да, при наличии, если у пациента имеется так называемый атипичный респираторный синдром, то есть получается, да, но в настоящий момент просто нужно сказать, что идут исследования, то есть что и есть основания, то есть нужно сказать, есть такой протокол, нужно сказать о том, что у больных с ОРДС, видите, да, что получается в легочной ткани идет большое осаждение уровня фибрина в дыхательных руках и, естественно, большое количество так называемых микротромбов, содержащих из фибринотромбоцитов, и, естественно, что это приводит, конечно, развитию, то есть прогрессирование дыхательной недостаточности, и есть тут экспериментальные модели, и в настоящий момент идет исследование, то есть получается возможность применения примерно 25% от той дозы, которая рекомендуется для лечения тромбомболии легочных артерий. Но что касается оттромболитической терапии, а вообще лечения тромбоза у блоки фен в рамках европейских рекомендаций 2019 года, я расскажу это на следующей неделе. Я хочу сказать, что наши коллеги из Центральной Пекарной 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 Пекарной, они спрашивали возможность применения, да, это возможно применение, возможно, да просто нужно это правильно оформить. Но следующий момент, что я хочу сказать, уважаемые коллеги, вот наша коллега, которая приезжала из России, которая настоятельно в течение какого-то месяца, которая говорила о необходимости применения тромбоза, тромбоза, но когда я, конечно, высказал свои комментарии, она, конечно, успокоилась, она сказала, что она полностью согласна, но она просто говорила о том, что нужно использовать только эноксапарин. Но, уважаемые коллеги, просто я здесь просто рассказываю о том, что не только есть эноксапарин, и есть другие, в частности, да, другие есть низкомолекулярные гепарины, в частности, натропарин. То есть это в документе, в консульсном документе, который опубликован подразделением ICCP Китая и, естественно, подразделением, французским подразделением, естественно, вы видите, что, получается, это люди, которые работали в больнице Тенон, которые, это ученики известного профессора на весь мир доктора Самама. Получается, что низкомолекулярный гепарин, то, что вот они говорят, что нужно этот препарат использовать больше всего, то есть это просто речь идет о низком, конечно, молекулярном гепаринах. Но в нашем протоколе, что написано, и тогда, уважаемые коллеги, я просто прошу, чтобы, да, всем тяжелым и критическим пациентам с COVID-19, видите, как мы настоятельно рекомендуем проведение медицинской профилактики венозных тромбозов при отсутствии противопоказаний. Без определения, я просто хочу сказать, степени риска по шкале ПАДУА, то есть критическим пациентам не надо определять. Что касается амбулаторных пациентов, легкой, средней степени, необходимо определить, то есть риск развития тромбозов согласно шкале, то есть нужно сказать, это ПАДУА, видите, да, ПАДУА, это импульс, существует другая шкала. Если пациент, если пациент с COVID-19, у него имеется хирургическая патология, у этих пациентов нужно оценить степень риска тромбоза согласно шкале АПРИНИ, понимаете, да? И в этих случаях просто получается, что возможно у этих пациентов, если имеется умеренный высокий риск, оправдано применение, то есть профилактики венозных тромбозов с помощью низкомолекулярного гепарина и фендапаринокса, опять-таки, при отсутствии противопоказания. Уважаемые коллеги, я очень просто хочу обратить ваше внимание, антикоагулянты – это хорошие препараты, но они имеют противопоказания и побочные эффекты. Но дальше что нужно сказать, что нужно все-таки оценку надо проводить в динамике, естественно, да, то есть получается, обязательно проводить нужно повторно лабораторные данные, и естественно, что и надо монетарировать лекарственные препараты, и вот доктора, которые говорят, нам из России приезжали, и я хочу сказать, есть ливерпульская группа, которая действительно, это мощная группа, которая, особенно у ковидных больных, они действительно хорошо расписали, то есть лекарственное взаимодействие. Ну, дальше что получается, это следующий раздел, это из нашего протокола, видите, да, то есть получается, даже у критических, у тяжелых пациентов, получается, да, получается, если у этих пациентов имеется высокий риск кровотечения, видите, да, то есть мы, то есть получается, и у этих пациентов имеется противопоказание для проведения хроматологической профилактики, естественно, мы рекомендуем проведение компрессивной, то есть прерывности пневматической компрессии. Ну вот он как выглядит, просто получается, это что вот, Ну, это на голени, конечно, можно на бедро просто положить, да, то есть получается это просто там, то есть получается насос, он, конечно, выдавливает. Но если нет такого, конечно, аппарата, конечно, мы рекомендуем это делать. Если нет такого аппарата, конечно, что нужно делать? Нужно, возможно, проведение просто эластической компрессии, обычно первой, второй, конечно, степени. Но нужно сказать, что антикоагулянтная терапия противопоказана, то есть получается низкомолекулярными гепаринами при расчетной скорости клубической фильтрации, если он составляет меньше, если выше, то низкомолекулярные гепарины. Это, конечно, препараты первого линия, то есть получается терапия для профилактики. Если у пациента имеется тромбоцитопения, то есть прежде всего что нужно делать? Использовать применение фондопаринокса, естественно, но обязательно нужно проводить, нужно, конечно, консиливать. Ну вот это наши реальные случаи, когда пациентка, которая поступила, на амбулаторном этапе пациентка поступила, принимала цевтриаксон. Если мы посмотрим на инструкцию, существует инструкция цевтриаксона, видите, написано, что у него тромбоцитоз, тромбоцитопения, анемия, там такие бокаугуляции, видите, написано. Для легоцитопения, видите, да, то же самое, и меропенем, конечно, то же самое, и даже внутривенное применение меропенема, он достаточно тромбоген. Видите, да, получается, он вызывает часто тромбоцитопения, но это совершенно другая тема, это называется тромбозой поверхностных вен. В этих случаях, что нужно делать? Всегда нужно определять протяженность тромба поверхностных венах. Если размер тромбоза составляет больше 5 сантиметров, препаратом выбора, то есть для лечения поверхностных тромбозов является фондопоренокс. Понимаете, да? Вы видите то, что у меня есть видео, есть, просто у этой женщины кровотечение не останавливалось после, вот, она на амбулаторном этапе получала два препарата, цевтриаксон, дебоконзоцин, и, естественно, что у нее было кровотечение. А на самом деле у нее, у этой пациентки развилась тромбоцитопения. И вот, пользуясь моментом, я просто хочу дать определение, что такое гепаринозированная тромбоцитопения, когда у пациента, то есть падает уровень тромбоцитов, то есть и это сопровождается. Развитие парадоксальных тромбозов, видите, да? Частота гепаринозированной тромбоцитопения составляет, видите, да? На фоне применения обычного гепарина, низкомолекулярных гепаринов, он составляет от 2,65%. И в этих случаях препаратами, конечно, выбором у нас является фондопоренокс. То есть получается. Но можно использовать бивалюрудин, но при такой цене просто он просто окажется, что в нашей стране это доступен, в России, в Казахстане это, конечно, фондопоренокс. Но как диагностировать, то есть гепаринозированную тромбоцитопения? Существует такая шкала, получается 4 ТС, то есть получается, да? Если у пациента тромбоциты падают больше, чем на 50% от исходного, если эта тромбоцитопения развивается в течение 5-6 дней от начала, то есть проведения гепариновой терапии, если у пациента имеется, конечно, тромбоз, если мы видим других причин нет, то, конечно, это высокая вероятность развития наличия у пациента в виде гепаринозированной тромбоцитопии. Он может быть клинически вот такими проявляциями, дигитальными некрозами, видите, да? То есть получается черные пальцы в результате, конечно, тромбоза, то есть микротромбоза, дигитальных, конечно, микротромбозов. Что касается профилактики венозных тромбозов, у пациентов в легкой форме, умеренной формы, видите, да, получается, да? Видно, что здесь написано, в нашем протоколе написано, что если у пациента имеется лихорадка, если пациент на фоне лихорадки имеется диарея, анерексия, это является тоже фактором риска для развития тромбозов, что нужно сделать? Нужно проводить, то есть получается, соответствующую регидроцитационную, конечно, терапию. Видно, да? То есть получается, что вначале этим пациентам не нужна антикоагулянтная терапия, нужно проводить соответствующую замену жидкости. Следующую пациентам легкой и средней степени тяжести, то есть COVID, и с высоким и умеренным риском генозных тромбомболей по каприне, который требует хирургических вмешательств, нужно обязательно проводить промокологическую профилактику с помощью низкомолекулярной гепарина в качестве первой линии при отсутствии противопоказаний. Так, уважаемые коллеги, пожалуйста, обратите такую осторожную фразу мы используем в нашем протоколе при отсутствии профилактики. Следующий вопрос возникает. Нам нужно рассмотреть, то есть проведение длительной профилактики на амбулаторном этапе, то есть прежде всего это с помощью низкомолекулярных гепаринов по сравнению с пероральным антикоагулянтами у тех пациентов, которые имеются высокий риск развития генозных тромбомболей. Но, однако, просто получается, что получается, по сравнению с ПУАК, мы говорим о том, что предпочтительно использовать низкомолекулярные гепарины, потому что пероральные антикоагулянты, у них имеется, конечно, высокий риск лекарственного взаимодействия и на фоне осадки саппусков. И нужно сказать о том, что, нужно сказать следующий момент. Если у пациента имеется легкая, умеренная форма COVID-19, этим пациентам следует избегать просто, чтобы они постоянно лежали, сидели, они достаточно пили жидкости достаточно, чтобы они активно ходили, принимали достаточный объем жидкости. Во время изоляции в домашних условиях, мы смотрели на практике развития генозных тромбозов у пациента. И следующая у нас есть фраза, что необходимо продолжить аспирин. Если пациент принимал аспирин по поводу пшенической болезни сердца, и после перенесенного инфаркта эти пациенты должны принимать аспирин, потому что у этих пациентов имеется высокий риск развития артериальных тромбозов, и поэтому, естественно, что они должны, конечно, продолжать прием аспирина, то есть для вторичной профилактики артериальных тромбозов после перенесенного инфаркта, инсульта, после шунтирования, стентирования и так далее. Но следующий момент, это получается, как все-таки нужно диагностировать и как нужно лечить генозные тромбозы у наших ковидных пациентов. Видите, что нам нужно постоянно мониторировать любое изменение клинического состояния. Если у пациента с ковидом возникает ухудшение, то есть респираторного синдрома, то есть если одышка прогрессирует, нужно срочно определить вероятность тела у этого пациента. Если мы подозреваем тромбоз глубоких вен, тромбомболия легочных артерий, нужно обязательно что делать? Нужно обязательно осмотреть у этого пациента и нужно подтвердить наличие тромбоза глубоких вен с помощью, то есть ультразвука и, естественно, эхокардиографии и мультиспиральной компьютерной химографии, конечно, тела. Но если у пациента с подозрением, то есть на развитие венозных тромбомболии, если просто получается нет возможности проведения исследований из-за отсутствия возможности из клиники, то прежде всего нужно начинать парентериальное лечение с помощью низкомолекулярных гепаринов в качестве первой линии, если отсутствует, конечно, противопоказание. И надо сказать, что если у тяжелых критических пациентов COVID-19, если у пациента имеется тела высокого риска, гипотония в частности, если нестабильная гемодинамика, если больной не держит, и эти признаки, сочетание с эхопризнаками свидетельствует о наличии тромбомболии высокого риска, то этим пациентам нужно проводить спасательную тромболитическую, конечно, терапию. То есть получается, да? Ну и следующая фраза у нас звучит такая, что если у больного, критического больного с COVID-19, если развивается, то есть получается, рефракторный коллапс, то есть или остановка, то, конечно, нужно рассмотреть применение ЭКМО в сочетании с хирургическими вмешательствами или катетерно-правленное лечение во имя, конечно, спасения пациентов с тромбомболическими осложнениями у больных COVID. Вот это шкала ПАДУА, то есть которой мы написали, что нужно прежде всего оценивать у пациентов, которые лечатся амбулаторно. Вот посмотрите, то есть получается, для того, чтобы пациент получал профилактику в амбулаторных условиях, согласно шкале, то есть больной должен пролежать 3 дня, то есть получается, да, он лежит в постельном режиме 3 или более дней, дальше у больного должна быть дыхательная недостаточность или у больного должно быть ожирение, острая инфекция. Но если по сумме этих баллов, то есть если пациент набирает 4 балла, то этому пациенту, конечно, показано применение профилактики с помощью низкомолекулярного гепарина, конечно, да, почтительно, конечно, фонда Паринокса, если при отсутствии, конечно, возможно применение пероральных антикоагулянтов, я об этом, конечно, скажу немножко позже, да, и дальше что, существует другая шкала, импрув, видите, да, то есть получается, для того, чтобы получить профилактику согласно шкале импрув, больной должен лежать 7 дней, видите, да, получается, да, получается, и если больной находится в отделении реанимации интенсивного, 1 балла, то есть получается, если 2 балла набирает, то считается, что пациент находится, то есть в зоне высокого риска, и, естественно, этому пациенту требуется профилактика проведения, конечно, профилактика венозных тромбозов. Но в нашем протоколе мы написали, что после оценки риска кровотечения нужно оценить, после оценки риска тромбоза нужно оценить риск кровотечения. Антикоагулянтная терапия показана в случае высокого риска тромбоза и при низком риске кровотечения, понимаете, да? Например, если у пациента имеется тромбоцитопения, если пациент получает аспирин или ингибиторы P2Y12 рецепторов, это уже получается 4 балла. Если пациент, получается, если госпитализируется он в отделении интенсивной терапии, если у пациента стоит катетер, то есть в центральных венах, то получается, это уже получается 6,5-8 баллов, видите, да? То есть если больной набирает, получается, больше 7 баллов, считается, что у пациента высокий риск кровотечения. Пожалуйста, не забывайте, не забывайте, что расчетную скорость клубочковой фильтрации. Я просто хочу сказать, нельзя назначать антикоагулянты без показателя расчетной скорости клубочковой фильтрации. Пожалуйста, не забывайте о том, что язвенный анамнез, недавний язвенный анамнез, наличие кровотечения в виде, да, они набирают высокие баллы. Это группа пациентов, конечно, которые, что нужно сказать, высокого риска. И дальше, что желудочно-кишечное кровотечение. И дальше, что нужно сказать, если пациенты получают ингибиторы протоновой помпы, нужно сказать о том, что внесены ингибиторы протоновой помпы, по последним данным, внесены в список препаратов, которые усиливают, увеличивают риск заражения COVID-19. Вот я это хочу сказать. Ну, что здесь относительно доз антикоагулянтной терапии у пациентов с COVID-19, тут мне написали окклюзивно тромбовоспалительный синдром, просто еще раз, что антикоагулянтная терапия у больных COVID-19 назначается с целью профилактики. То есть у тех пациентов, у которых имеется высокий риск развития тромбоза, то есть получается глубоких вен и тромбомболей левочных артерий. И нужно сказать о том, что нужно что. Нам нужно этим пациентам определять уровень додимира, протромбина, протромбиновое время тромбоциты, фибриноген, креатинин, расчетную скорость колбочковой фильтрации. Без этих анализов нельзя назначать антикоагулянтную терапию. Всем пациентам в тяжелом состоянии необходимо проводить ультразвуковой исследований в нижней конечности с целью диагностики, то есть тромбоза глубоких вен, при поступлении в течение 48 часов, если, конечно, пациент находится в отделении интенсивной терапии. И следующая фраза в нашем протоколе это есть. Если у пациента имеется уровень додимира повышен больше 4 норм, пожалуйста, относиться нужно этим пациентам серьезно, потому что у этого пациента имеется, то есть риск плохого прогноза. Плохого прогноза. Ну, следующий момент. Тромбо-боле легочных артерий. Микротромбозы. То есть, что нужно сказать. Если мы будем применять большое количество антибактериальных препаратов, большое количество иммуно... То есть, получая глюкокартикоидной терапии, и других, конечно, препаратов, конечно, нужно сказать, что вот такой случай, вот кавитации, видите, да, полость в легком, вы видите, да, полость в легком. И нужно сказать, что это достаточно редкое, но достаточно серьезное осложнение, осложнение после перенесенных тромботических событий. Понимаете? И недавно вот я слушал одного из российских наших коллег, которые говорили о том, что они использовали, они использовали новые оральные антикоугулянты у больного с антифосфолипидным синдромом. Вот в следующей лекции я скажу о том, что если у пациента имеется антифосфолипидный синдром и тромбоз, эти пациенты, никакие новые оральные антикоугулянты не могут быть использованы. Особенно, если у пациента имеется тройной позитивный антифосфолипидный синдром. Я в следующий раз, почему я это говорю? Потому что кавитация, то есть у больных после перенесенных тромбозов легких, это у каких пациентов наблюдается? У больных с иммунокомплементацией. То есть что это значит? Огромное количество антибактериальных терапевтов, огромное количество глюктиокартикоидов, цитостатиков, возможность, что еще других, то есть ингибиторов энтерликина, они, естественно, могут, конечно, привести, конечно, развитие к кавитации. Это очень серьезное. В данном случае, если что выбрать, с полости кавитации или фиброз, то, конечно, лучше, конечно, фиброз, чем, конечно, кавитация. Следующий вопрос, который я хотел бы обсудить, конечно, с вами, как после выписки. То есть необходимость проведения профилактики после выписки стационара. На сегодняшний день в мире существует такая концепция. Если пациент терапевтический, то есть, вернее, после тяжелого терапевтического заболевания, выписывается домой, то у этого пациента в течение 90 дней сохраняется риск развития тромботических осложнений. Поэтому многие пациенты, в частности, это вы знаете в ортопедии, да, после эндопротезирования пациенты получают профилактику в 30 дней после, конечно, выписки из стационара, потому что связано это с чем? С увеличением риска развития тромбоза. Что же, какие же факторы риска способствуют развитию тромбоза в этих пациентах? Прежде всего, это что нужно сказать? Это уровень Ведимира. Если у пациента имеются две нормы Ведимира, это первое, что нужно сказать. Если у пациента тяжелый возраст, если у пациента имеются тяжелые сопутствующие заболевания, в первую очередь это рак, это, конечно, пациенты кандидаты для получения длительной профилактики, но нужно это делать, оценить риск кровотечения. Но что касается у ковидных пациентов, понимаете, таких данных нет. Понимаете, да? Но в то же время, если пациент, например, с ковидом, он был выписан рано из стационара, и больной пошел, то есть, получается, условия, то есть, стационара на дому, то этим пациентам, конечно, еще пациент слабый, если пациент не передвигается, то эти пациенты в ванном, в амбулаторном условии, конечно, должны получать, конечно, профилактику. Но какая профилактика, конечно, уважаемые коллеги, это, прежде всего, конечно, низкомолекулярные гепарины или фондополинокс, но при отсутствии, конечно, можно рассматривать, конечно, другие варианты. Другие варианты. При этом, смотрите, пожалуйста, что нам нужно делать, уважаемые коллеги, то есть, кто же должен заниматься тромбозами сейчас у ковидных пациентов? Абсолютно все, все пациенты-гинекологи. Мы должны информировать пациентов о возможных признаках тромбозов после выписки стационара. Какие это признаки? Если нога отекает, понимаете, да? Если одна или вторая нога отекает, если у них есть судороги, если что-то такое-то, уважаемые коллеги, это могут быть просто признаками тромбоза глубоких фен. В этих случаях что нужно делать? Нужно отправлять пациента для проведения ультразвукового исследования. Сейчас очень много уважаемых коллеги пациентов, которые находились дома, и они, конечно, сейчас приходят, и, пожалуйста, делайте этим пациентам, нужно сказать, что ультразвуковое исследование, чтобы определиться, что делать, какую дозу давать, что делать, и так далее, и так далее. И вот та концепция, которая, видите, да, та концепция о необходимости проведения профилактики, длительной профилактики, она исходит, то есть она доказана на применении низкомолекулярного гепарина и фонда паренокса. Вы видите, да, это, конечно, прежде всего, это какие-то пациенты, это, конечно, пациенты, которые находились в длительной госпитализации, это пациенты были с тяжелой сердечной недостаточности, с тяжелыми респираторными заболеваниями, и так далее, и так далее. И это вот у этих пациентов, конечно, у этих пациентов нет тромбоза, но риск развития тромбоза было предотвращено, конечно, в достоверном виде, да, как получается, да, более чем почти, да, снижение на почти на 50% риска тромбоза. Конечно, поэтому просто низкомолекулярные гепарины и фонда паренокс, конечно, должны быть препаратами, то есть первой линии профилактики тромбозов, то есть получается у подобных, конечно, пациентов, но что касается применения новых оральных антикоугулянтов, именно у терапевтических пациентов, в частности, на примере исследования Магеллана, которое ссылалось нашей коллегой из Новосибирска, доктор Миллер, она действительно правдиво наговорила, что то есть у больных нет тромбоза, но больные, то есть с тяжелыми медицинскими заболеваниями, у которых имеется высокий риск развития тромбоза. Равнительное исследование ревароксавана 10 мг эноксапарина показало о том, что действительно он уменьшает, то есть ревароксаван уменьшает, то есть риск развития тромбозов, но с ценой чего? С ценой трех-двухкратного увеличения, то есть получается в данном случае более чем двукратное увеличение клинического значимого кровотечения, массивного кровотечения и так далее, и так далее. Поэтому после проведения этого исследования не был утвержден эноксапарин в тозе 10 мг у больных без тромбоза, он не был утвержден для профилактики тромбоза вот у этой категории пациентов. Но какой новый оральный антикоагулянт может претендовать на профилактику подобных пациентов? Это препарат Бетриксабан, вы знаете, да? Вы знаете, что он только зарегистрирован в Соединенных Штатах, сейчас процесс идет регистрации, он оказался, видите, да, он оказался достаточно эффективным и при сопоставимых уровнях кровотечения с эноксапарином. То есть на сегодняшний день из пероральных, то есть антикоагулянтов, утвержден для профилактики тромбоза у больных с тяжелыми медицинскими заболеваниями при отсутствии тромбоза только утвержден, конечно, Бетриксабан. Другого утвержденного нововарального антикоагулянта у подобных пациентов, конечно, нет. Но если следующий момент, если все-таки у нас есть пациенты, у нас есть пациенты, которые перенесли, то есть получается тромбозы глубоких вен или тромбомболии лёгочных артерий, и при составлении, то есть получается, нашего протокола, когда мы выбирали новые оральные антикоагулянты, чтобы было удобно, конечно, мы, конечно, учитывали результаты этих исследований. И эти могут быть, то есть получается, это Бегатран, то есть получается, это Ревораксабан, то есть получается Апексабан, видите, да, и, естественно, Аспирин и Султексид. Но вы видите, что получается, что в группе пациентов, которые получали до Бегатран, видите, да, достаточно высокий риск кровотечения. Доза, допустим, Ревораксабана 10-20 мг, он действительно высокий риск кровотечения. Но что могут быть, кантендовать, то есть что возможно допустить, конечно, это возможно использование Ревораксабана, то есть 10 мг, то есть у больных с тромбозами, просто получается, да, доза 10 мг, он может уменьшить частоту развития тромбоза, видите, да, при минимальной частоте развития кровотечения. Но дальше что? Аспирина, видите, да, достаточно, и, естественно, есть, но еще есть Султексид есть, да, то есть получается, это вещество, которое между проантикоагулянт и профибронолитический препарат. У него достаточно снижение хорошее на 51%, и, прежде всего, это что нужно сказать, это что? Это минимальный риск развития кровотечения. И вот о средних рекомендациях европейского общества по лечению и диагностике тромбомболио-легочных артерий вот есть перечень, то есть новых оральных антикоагулянтов, которые могут быть использованы для длительной профилактики, видите, да, получается, тут два препарата Апексабан, то есть получается два раза в сутки, и, естественно, Ревораксабан, то есть 10 миллиграмм один раз в сутки после, конечно, применения, то есть после 6 месяцев применения терапевтической дозы. Ну, уровень рекомендаций 2АЭ. И дальше что? Если пациент отказывается принимать и может или не переносит, то есть, да, любые пероральные антикоагулянты, фраза такая звучит, возможно, то есть рассмотреть применение аспирина-соладексида для профилактики венозных тромбозов. Уровень доказательства ВИИ и ВИИ. И дальше что нужно сказать? Нельзя шутить с антикоагулянтами. Когда вы даете антикоагулянтную терапию, надо регулярно оценивать переносимость, приверженность, функцию почек и печени, риск развития кровотечения. Это очень важно, и просто, уважаемые коллеги, я хочу сказать, очень важно. И вот последнее, я просто хочу сказать, связанное с COVID-19, то есть, каковы риск развития венозных тромбозов у больных, которые были выписаны с COVID-19. И наши коллеги из университета, то есть, Левенского университета, из города Левена, то есть, Бельгии, которые показали, да, достаточно невысокий риск, достаточно низкий риск. Пожалуйста, не бойтесь, уважаемые коллеги, а то все сейчас просто вот очень много, наверное, рассказывают о тромбозах. И вот наши коллеги там, из России передают для Казахстана, там, тромбозы, тромбозы. После выписки достаточно риск, достаточно минимальный. То есть, получается, частота венозных тромбозов составляет 0,8%. Понимаете, да? То есть, что, поэтому просто получается, поэтому длительное, они предлагают, что необходимость длительной профилактики у COVID-19 больных после рутинной не надо делать. Получается, возможно, это применение у, конечно, особых пациентов. Если пациент из стационара выписывает с COVID-19 тромбозов, то, конечно, ему нужно давать прийти на антикоагулянтную конечную терапию. Ну, вот, что написано в документе итальянских наших коллег, они рекомендуют всего лишь 7-14 дней. Но я являюсь автором документа, который вышел в Российской Федерации. Мы там рекомендовали, конечно, до 40 дней, потому что, когда мнения расходились, мнения расходились, поэтому, но в европейских документах 7-14 дней. Каким пациентам? Прежде всего, это что? Это пациенты, которые находятся еще в постельном режиме, это пациенты с ожирением, просто получается, это пациенты с венозными тромбозами в анамнезе, почему я и показывал вот эти вот, вот именно, то есть, уровень профилактики у больных после перенесенного тела и, естественно, это пациенты с активным раком. Вот это, естественно, это вот та группа пациентов, которые должны получать, конечно, профилактику. И в заключение я просто хочу показать документ, видите, да, наших международного общества по тромбозу, гемостазу, который говорит о том, что, получается, все пациенты, которые находятся в больницах, понимаете, да, они имеют достаточно тяжелые, с признаками тяжелой пневмонии, просто у них высокий риск развития венозных тромбозов. Поэтому они просят, понимаете, да, они просят, чтобы органы здравоохранения дали доступ к применению низкомолекулярных гепаринов, понимаете, да, именно у этих, конечно, пациентов. Я хочу сказать, что то, что я сегодня говорил, сегодня, в большей степени 80% она освещена в нашей статье с коллегой из Италии, она опубликована в журнале медицины. Если кому интересно, конечно, вы можете, конечно, прочитать. Но, что касается вот именно вот этот слайд, я поставил специально для коллег, который, то есть, который, вот этот слайд, который посвящен будет к следующей моей лекции, также лечить пациентов с тромбозами глубоких и фентромбомболигов и лечиттерий. Следующий, вот на следующей неделе я об этом расскажу, то есть получается достаточно существует это увеличение инициации, поддерживающие и продленные этапы. Существуют разные препараты, просто получается, это вот, это будет вторая тема и третья тема вот нашего цикла, мы будем говорить о венозных тромбозах во время беременности. Просто я хочу сказать, что нам очень больно, что за этот месяц примерно более 40 беременных женщин умерло от ковида. Понимаете? И есть, я знаю, что недавно умерла пациентка от тромбоза венозного синуса после рода. Просто я просто хочу обратить внимание, что риск тромботических осложнений, если взять беременность и после рода, обратите внимание, пожалуйста, примерно он 30 раз выше в послеродовом периоде по сравнению с периодом беременности. Понимаете, да? Поэтому то же самое, то же самое, те же, те же меры предосторожности, то есть получается, им нужно давать антикоагулянты. У этих пациентов только должны получать низкомолекулярные гепарины. Хоть мы как не хотим, многие наши боятся использовать, уважаемые коллеги, низкомолекулярные гепарины в амбулаторных условиях, понимаете, это не дело, нам нужно к этому идти, мы должны это делать. Если пациентка беременная с ковидом и выписалась из стационара с тромбозом глубоких вен, она должна получать низкомолекулярные гепарины в течение всей беременности. Вот об этом я буду говорить в третьей своей лекции. Вот я думаю, что я закончил, просто закончил. У меня все, уважаемые коллеги, если есть вопросы, я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Если что-то вы вышли, да? Ахмеджан Бегареевич, большое спасибо за замечательную лекцию. Вам пришлось сегодня понервничать немножко из-за технических причин, но наши доктора дождались вас. Вот, в чате очень много вопросов, Ахмеджан Бегареевич. Вы сами можете их читать? Сейчас давайте посмотрим. Вы знаете, что я очень хочу, чтобы люди все-таки высказывались. Спасибо. Можете сохранить в Ютубе. Очень интересно, грамотно. Спасибо большое. Большое спасибо. Отличная лекция. Вопросы не вижу, просто благодарности. Вижу большое. Я думаю, что... Уважаемые коллеги, я доступен для всех. Просто, пожалуйста, спрашивайте. и я очень хочу, понимаете, я очень хочу помочь своим коллегам. Просто, пожалуйста, вы меня используете во благо наших пациентов. И нам очень больно, когда мы увидели такую смертность, понимаете, в некоторых пленниках до 30%. Я говорил о Мангульку Андековне, о Мангульке Андековне, нам что-то нужно делать. Поэтому, пожалуйста, спрашивайте. Можно вопрос задать, Ахмеджан Бегалевич? Да, Вопрос. Спасибо большое. Если пациентка перенесла среднюю степень тяжести ковид, выписали ее с рекомендацией получать в течение месяца тромбоаз. Как вы на это смотрите? Ну, вообще, нужно сказать, что касается вопроса применения тромбо-ICC, тромбоаз. Тромбоаз показан прежде всего для профилактики артериальных тромбозов. И прежде всего для вторичной профилактики. Если пациент перенес инфаркт миокарда, если пациент перенес инсульт, если пациенту проведено просто шунтирование или стентирование, если риск скорой у пациента составляет больше 10%, то этот пациент конечно кандидат для получения вторичной профилактики. Но если всего этого не было, если по шкале этот пациент набирает больше 10%, то нужно сказать, этот пациент кандидат для получения первичной профилактики. То есть нужно сказать, на сегодняшний день аспирин только показан для вторичной профилактики. Что касается ковидных пациентов, возможно применение аспирина у ковидных пациентов, видите, да? Но если сказать, что если доказать уровень его доказательности, надежности, я думаю, что он не совсем... Для исключения низкомолекулярных гепаринов фонда они будут, конечно, не понимать. Я ответил на ваш вопрос? То есть что касается аспирина, уважаемые коллеги, это прежде всего не антикоагулянт, это антитромбоцитарный препарат. Понятно, да? То есть он, конечно, он блокирует активность тромбоцитов, но он не влияет, не совсем влияет на акоагуляционный каскад. Аспириновые, то есть тромбы бывают трех видов. Артериальные тромбозы – это инфаркты, инсульты, это гангрена нижней конечности. Вторая группа тромбозов – это внутрисердечные тромбозы, рефибрилляции, понимаете, да? Они по структуре похожи на тромбы при венозных тромбозах. И третья группа тромбозов – это венозные тромбозы. Вот самые крупные – это венозные тромбы. Артериальные тромбы, они достаточно маленькие, понимаете, да? Они белые. И они в основном больше всего состоят из тромбоцитов. Поэтому просто для профилактики артериальных тромбозов в основном, конечно, используется аспирин. Дальше инъибиторы P2Y12 рецептор, клопидогрель, призугрел аспирин. Спасибо большое. И еще один вопрос. При разработке клинических протоколов COVID-19, вот есть последняя редакция сейчас, 11-я, разрабатывается. Вы давали свои предложения, может быть, участвовали, может, вас привлекали? Потому что я думаю, что вы знакомы с этим протоколом. Как вы считаете? Там есть рекомендации, есть антикоагулянты COVID-19 пациентов. Но то, что я сегодня говорил, это все из нашего протокола. Уважаемые коллеги, то, что я сегодня говорил, это все из нашего протокола. То, что вы говорите, что да, я являюсь автором именно антикоагулянтной части нашего протокола. Но что касается… Вот недавно опубликованы были, конечно, как, скажем, препараты для амбулаторного лечения, профилактики, конечно, да. Но люди, конечно, спрашивают ссылки. Но, к сожалению, нужно сказать, что все протоколы по COVID-19 в мире, они, видите, они основаны на основании консенсусного документа. Поэтому, естественно, что вот именно, наверное, вопрос применения антикоагулянтов на амбулаторном этапе, наверное, мы будем пересматривать его и по мере появления новых данных мы, конечно, внесем изменения. И протокол, если вы знаете, что 10-я редакция, вторая версия, он, естественно, что он будет меняться. И я просто хочу уверить, уважаемые коллеги, там очень, 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 что хочу сказать, очень добросовестная, очень профессионально работает команда, которые очень сильно переживают, понимаете, да. И я думаю, что вы можете поверить нашему протоколу, и я призываю, чтобы вы внимательно с карандашом в руках, как говорит Амангуль Мандыковна, чтобы вы ознакомились с этим протоколом. Если какие-то будут у вас какие-то замечания, пожелания, я хочу сказать, что у нас Бахытна Ругалиевна, она открыта, она даже, мы даже просим, пожалуйста, говорите, потому что мы же, мы же, мы же, как это, мы берем все материалы из существующих с публикацией. И мы стараемся, чтобы он соответствовал. Другой вопрос, что СМИ читает наши коллеги протоколы. Спасибо вам большое. Хотелось бы в очередной редакции вы активно участвовали и давали свои предложения, пересмотрели, потому что каждый раз меняются какие-то технологии, какие-то рекомендации, рекомендации ВОЗ, и в то же время, чтобы вы ознакомились с точки зрения осложнений. Потому что сейчас все пациенты пьют месяц, допустим, рекомендуют всякие там тромбоасы и все прочее, это тоже осложнение. Поэтому нужно какой-то, знаете, подход, наверное, к этому всему. И пересмотр, я думаю, у нас уже за эти 3-4 месяца какой-то мы опыт набрали других стран, там России, Турции, Германии, вплоть до Индии, все такое. Поэтому лишь бы вот не было в последующем других осложнений из-за вот этих месячных, двухмесячных приема препаратов на амбулаторном уровне. Спасибо. Спасибо большое. Знаете, что я хочу сказать? Что наши эксперты, из нашего, вот, который пишет протокол, они более осторожные, чем российские коллеги. И я хочу сказать, что вот наши российские коллеги, они достаточно смелые. И, естественно, мы в большей степени, по крайней мере, я придерживаюсь просто, да, так скажем, взгляду у наших европейских коллег, они более выдержанные, чем, то есть, получается, что в мнении наших российских коллег. Вот если вы помните, что два дня назад был просто вебинар с участием коллеги из России, которые просто в течение часа, она говорила о терапевтической дозе, необходимости всем подряд пациентов. Конечно, я не выглядел, когда я сказал, привел аргументы, она сказала, что на 200% согласна, потом она не стала об этом говорить, заикаться. Поэтому, пожалуйста, уважаемые коллеги в Казахстане, то, что пишутся, допустим, то, что передаются специально для Казахстана, я просто хочу сказать, что к этому, пожалуйста, относиться с критикой, пожалуйста, читайте публикации в оригинале и спрашивайте у наших своих национальных экспертов. Возможно, что в этих, как это называется, передачах для Казахстана имеются какие-то, может быть, какие-то цели, пропаганда, понимаете, поэтому тоже относитесь к этому критически очень. А можно вам вопрос задать? Слышно, да, меня? Да, да, слышно, конечно. Какое, кажется, ваше показание на назначение прямых антикоагулянтов? Вы вообще не рекомендуете с легкой либо средней степени тяжести у ковидных пациентов? Пациент с симпиратурой? Смотрите, я... Вы подозреваете показания на МИКВС или БОКСРЛ, как вот в российских протоколах? По вашему данному пациенту назначают, да? Ну, я хочу сказать, я являюсь автором консенсусного документа, который вышел от именно Евразийской ассоциации терапевтов. В этих документах написано в предпочтительном использовании низкомолекулярных кепаринов. Понимаете, и там она написана. Понимаете? Что касается применения пероральных антикоагулянтов, они не совсем рекомендуется. Из-за чего? Из-за отсутствия результатов клинических исследований. Возможно, эти препараты имеют место для лечения этих пациентов, но всегда нужен это что? Всегда, когда вы говорите такие вещи, у вас должны быть за спиной, понимаете, факты. Если фактов нет, понимаете, вы не можете с уверенностью это сказать. Я поэтому говорю, уважаемые коллеги, то, что российские наши коллеги говорят смело, наша экспертная группа в Казахстане, мы не можем сказать так смело, потому что из-за отсутствия результатов клинических исследований. Если были бы результаты клинических исследований, то мы бы, конечно, четко сказали. Понимаете, да? В связи с отсутствием результатов клинических исследований, ни один человек в мире, в Европе, я просто хочу сказать, что я в прямом контакте с координатором Европейского общества кардиологов Жан-Филиппом Кле, понимаете, да, с другими коллегами, они всегда, все говорят, давайте подождем результаты клинических исследований, пока нет, понимаете, да. Откуда мы берем, откуда мы берем, просто получается, любой, любая экспертиза, возможно, что после вот этого вот шума, возможно, что Россия ожидается большое количество исков на врачей, потому что использовали это, использовали это, использовали это. Поэтому я просто хочу предостеречь, понимаете, да. Вот вы видели кровотечение, которое было у пациентов, понимаете, да. Это все просто, да, нехороший, то есть опыт, потому что все подряд назначают. И поэтому просто по профилю безопасности не я рекомендую, у меня нет такого права, у меня нет такого права, то есть по профилю безопасности, конечно, предпочтение отдается низкомолекулярным гепаритам, потому что есть результаты клинических исследований. У китайской группы... Ответьте на вопросы в чате, пожалуйста, очень много вопросов в чате. Ой, звука нет, осложнения, антидота, у ксорелты нет, что вы можете рекомендовать при осложнении. Так. Выше, выше. Да, выше. У продакса есть антидот. Но что касается у продакса, я хочу сказать, это добегатаран и тексилат, то есть получается, есть антидот, но по поводу ксорелты у продакса нет тоже исследования у ковидных пациентов. Что есть антидот, это, конечно, хорошо, конечно, но я показывал результаты, то есть применение табиготрана, то есть получается, да, для длительной профилактики у больных, перенесших тромбозы глубокие, я показывал результаты ревароксабана, 20-10 миллиграмм, апексавана показывал, аспирина показывал, видите, да, вот из всего этого, допустим, там применялась доза 150 миллиграмм. Понимаете, да? У этой группы, то есть при лечении тромбозов, если взять, если взять, допустим, дозу новых оральных антикоугулянтов для лечения фибрилляции, да, понимаете, то есть получается, и для лечения, допустим, тромбоза глубоких вен, то дозы новых оральных антикоугулянтов для лечения тромбозов, она выше, чем для лечения фибрилляции. И что касается антидот, если у продакса, это хорошо, что есть антидот, но длительное применение у него было больше кровотечения, но, конечно, меньше по сравнению с саварфаридом. Понимаете, да? Так, мы говорим о ковиде, причем тут исследование 2013 года, сами всю любцу противоречите, что-то я не пойму, ясно что. Все стало ясно, когда рядом с лектором мелькнул представитель Байер, у меня никакого отношения к Байеру нету, то есть получается, что такое-то осуждение о выступлении российской коллегии сразу в начале. Здравствуйте. Добрый вечер, спасибо за... А можно вопрос задать? Да, да, конечно, да. Точетесь к назначению диперидомола у ковидных больных? Ну, никаких, я могу сказать, что есть предположение, просто получается, что, но я могу сказать, что каких-либо доказательств опять-таки нет. Это прежде всего, прежде всего не антикоагулянт, это прежде всего антитромбоцитарный препарат. Вот. Я могу сказать так. Его применение как ангиопротектора. Ну, вы знаете, что, к сожалению, просто я не могу просто комментировать те, допустим, те, которые предложения, я, если вы имеете в виду, допустим, некоторые предложения наших коллег, но они не успели, то есть, применять диперидомол у больных ковид, и у них это просто все осталось, конечно, на бумаге. Вот. Но, что касается зарубежных, просто получается, коллег, таких работ я не видел. Просто. Так что ковид с предпочтительным, но в легкой степени надо считать, как, да, то есть, получается, да. Так, здравствуйте, где должны лечиться пациенты безконтрольного применения особенно? Ну, где должны лечиться пациенты с осложнениями от безконтрольного применения НУАГР? Наверное, у того же доктора, который, наверное, назначает бесконтрольные эти НУАГи, где должны лечиться. Так. Четко скажите показания таблетированные прямые антиголианты. Четко скажите показания на таблетированные применения легкой степени тяжести. Уважаемые коллеги, знаете, что очень трудно ответить на такие вопросы из-за отсутствия доказательств по поводу применения Великвиса Эксорелта у больных с легкой формой. Понимаете, я уже пытался это показать. Возможно, их применение, но четких доказательств у ковидных пациентов это отсутствует. Четкие показания антиголиантов. Четко скажите, четко невозможно тут сказать. Так, просто отключается. Так, где можно повторить презентацию? Ссылку на... Так, спасибо заранее мою презентацию. Можно презентацию просто просить. Можно презентацию. То есть ничего нового. До свидания. Спасибо за информацию. Ничего у него не услышал. Так далее. Скиньте, пожалуйста. Так, то есть, значит, презентацию у людей. Шкала по 2. Инсульт в ремете. Иду свежие в анамнезе. А, так. Так, дальше что получается? Как можем получить презентацию? То есть получается, что пациентка массивно поступает с массивной ТЭЛа. Показатели в норме, дедимеры в ковуляции. И УЗИ за неделю до событий УЗИ без особенностей. УЦР положительная. Но если такая пациентка с массивной тромбом болеет, то, конечно, если у пациентки имеется гемодинамика нестабильная, пациентка, конечно, кандидатка для проведения репрофизионной терапии. Но я думаю, что об этом мы их скажем в следующий раз, в следующей лекции мы скажем. Так, где может быть развещена ваша презентация? Можно отправить презентацию. Все просят. Есть ли практическая рекомендация по лечению амбулаторных и симптомных? Да, естественно, это есть. Практическая рекомендация по лечению в амбулаторных условиях легкой тяжелой степени. Да, он есть. В нашем протоколе он есть. Поэтому, пожалуйста, какие показатели меняются при тромбозах сосудов такого калибра? Сейчас, подождите. При микротромбозах, капиллярах лок и так далее, почноканальцах, будут ли реагировать дедимеры? Да, конечно. То есть при микротромбозах, получается, я уже говорил о том, что если у пациента с низкой сатурацией, с высоким уровнем дедимера, с высоким уровнем ЛДГ, естественно, это показатель наличия микротромба в капиллярах легких и причиной одышки может быть так называемый атипичный. То есть диагноз атипичного респираторного синдрома, вы можете это ставить, такой диагноз. Такое интересное, актуальное качество связи страдает, получается помехи. Коллеги просят отключить микрофоны, аспирин, гепарин, тромбоз и так далее. Можно использовать прямые антикоагулянты с тромбоаз. Что касается вопрос применения прямых антикоагулянтов с антитромбоцитарными препаратами, возможно, у каких пациентов? Прежде всего, это касается больных с фибрилляцией при цирке ОКС. То есть это, конечно, не совсем относится к теме нашей сегодняшней ленты. Подскажите, пожалуйста, взаимодействие между противовирусными препаратами с АБАНами. Они не совсем совместимы с лапиновиром, то есть получается, люди спрашивают взаимодействие. Поэтому не рекомендуется, просто получается совместное применение, получается, лапиновира и пероральных, конечно, антикоагулянтов. В связи с этим, получается, нужно что делать? Нужно всех пациентов, которые получают новые оральные антикоагулянты, на время получения противовирусных препаратов перевести просто низкомолекулярные гепарины. Так, катаколлину АКИ еще есть, в амбулаторике есть бесплатно. Это очень хорошо, потому что создали условия, потому что люди и так покупали, и так применяли. И я думаю, что вот именно появление новых оральных антикоагулянтов в амбулаторном списке позволит все-таки нашим коллегам на амбулаторном этапе внимательно все-таки оценить риск развития тромбоза у этих пациентов и принять правильное решение. То есть, а так бы они бы сами принимали, потому что как-то все потерялись. Если, то есть получается, то есть если нет возможности поликлиника определить, когда назначать антикоагулянтную терапию. На самом деле антикоагулянтный, если вы посмотрели презентацию в шкале ПАДУА, то есть получается там достаточно, если человек лежит 3 дня, 3 дня, больше 3 или больше 3 дней, если у пациента была температура, если инфекция, это уже показания без определения Академира назначения антикоагулянтной терапии, потому что у пациента имеет место высокое, то есть высокий риск развития тромбоза. То есть получается, при каком уровне Академира и других показателях аллограммы есть показания на антикоагулянтной терапии. На какой срок назначать эти показатели? То есть Академир. То есть я хочу сказать коллеге еще раз, уровень Академира все-таки показывает наличие тромба в организме. А уровень Академира, если после выписки стационара у пациента уровень Академира сохраняется выше двух норм, в первую очередь выше двух норм, следующий момент, что нужно сказать, две нормы. И если пациент находится в постельном режиме, то естественно этот пациент кандидат для получения профилактики. Вот что касается Леквиса и Ксорелта, они спрашивают, как контролировать. Эти препараты не нуждаются в контроле, то есть активности десятого фактора. Дальше, что касается, я уже говорил, вы можете принять сами решения на основании существующих публикаций, поскольку результатов клинических исследований по Леквису и по Ксорелте, то есть нет у ковидных пациентов. Есть результаты по применению этих препаратов у больных с фибрилляцией, у больных с тромбозами, понимаете, да? А что касается у ковидных пациентов, этого нет, не слышно. Каким образом всем пациентам, поступающим в стационар, делать уж лекарство? Ну, точно, это на самом деле не сложная процедура, достаточно прибора, и нужно его делать, потому что это определяет тактику антикоагулянтной терапии. Если мы видим тромбозы, то сразу нужно давать, что это лечебная доза антикоагулянтных препаратов. Если нет тромбоза, то, конечно, пожалуйста, у вас есть шанс использовать профилактическую либо промежуточную дозу наших коллег. Так, на какой день от начала надо проверять Дадимир? Дадимир, пожалуйста, можете проверять сразу. Сразу можете проверять, не слышно. Так, подскажите, будет ли в записи микрофон? Не слышно, мы слышим параллельную периодическую речь. Пожалуйста, не включайте микрофон, пожалуйста, не включайте микрофон. Извините, у меня все отключено, пропадает выключение, речь непрерывистая, ничего понять невозможно, но это какая-то связь была, да? Так, вниз. Сверху, да? Да, Ахмеджан Бегалевич, сказали, что будет запись вебинара, и ссылку записи вебинара нам отправят, мы всем коллегам разошлем. А, хорошо, хорошо. Просто, коллеги, саму презентацию без комментариев автора вы можете понять, каким, ну, не совсем правильно. Так же, Ахмеджан Бегалевич? Вот именно в презентации невозможно все прописать, о чем говорит лектор. Поэтому лучше слушать вебинары и комментарии, слайдов. Поэтому ссылка, да, ссылка будет предоставлена нашим университетом, и мы вам всем, коллеги, разошлем во все чаты, куда мы отправляли ссылку на лекцию. Коллеги, я еще хотела спросить, в какое время вам удобно подключаться к вебинарам, чтобы мы могли планировать следующие лекции наши. Если вы напишите, мы будем подстраиваться под докторов. Хотелось бы, чтобы большее количество практикующих докторов, которые сейчас занимаются лечением COVID на амбулаторном, стационарном уровне, могли послушать наши вебинары. Скажите, пожалуйста, есть клинические исследования по применению низкомолекулярных гепаринов при COVID? Конечно. Конечно, это исследования наших китайских коллег, затем, конечно, французских коллег, когда, конечно, им приходилось увеличивать дозу низкомолекулярных гепаринов, потому что все-таки почему появилась идея перехода с профилактической дозой, к промежуточной дозе, потому что оказалось, что на фоне применения профилактической дозой уровень активности десятого фактора оставался очень высоким. Поэтому, естественно, что было оправдано применение промежуточной дозой низкомолекулярных гепаринов. И дальше есть итальянских авторов, и есть, конечно, французских авторов, и есть американских авторов, я уже говорил, что у больных, которые находились на механической вентиляции, применение терапевтической дозы уменьшило смертность у этой группы примерно больше, чем на 18%. Понимаете? Поэтому, да. Поэтому, естественно, что... Следующий момент, что профилактика, то есть тромбозок у лежачих пациентов, то есть на основании исследования Мединокс, Артемис, Кривент, видите, недостаточно доказанные, поэтому ссылаемся и низкий риск лекарственного взаимодействия. Если вы откроете вот ливерпулский такой справочник по лекарственному взаимодействию, они отдают, конечно, предпочтение применению низкомолекулярных гепаринов. Они более предсказуемы, они более безопасны. Можно параллельно применять ксоралты вместе с кардиомагнилом. Только в особых случаях, конечно, уважаемые коллеги, что касается ковидных пациентов, я уже сказал, применение низкомолекулярных гепаринов. Так, ингибитор протоновой помпы в кровотечении. Да, конечно, они используются, но я сегодня говорил о том, что из последней публикации о том, что избыточное потребление ингибитора протоновой помпы оказывается увеличивает риск заражения, то есть ковидом. Как вы относитесь к препаратам, так далее, так далее. Ну, по показаниям хорошо, конечно, отношусь ко всем новым моральным антикоагулянтам. Вот, сейчас люди покупают сами по себе в аптеках без назначения. Но это очень плохо. То есть, что вы думаете о высоких рисках кровотечения при назначении антикоагулянта? Я, знаете, что хочу сказать? Прежде чем означать антикоагулянты, уважаемые коллеги, пожалуйста, определитесь, что вы хотите. Если вы больного с фибрилляцией при церкви, вы хотите лечить, то, конечно, это оправдано. Второй – это при фибрилляции при церкви. Оценка риска инсульта согласно шкале Шац-Васко. И вторым этапом вы должны определить риск развития кровотечения. То есть, если в шкале Хазбле пациент набирает 3 балла, то, конечно, этому пациенту нельзя назначать. Пожалуйста, снизьте уровень давления, реализуйте уровень креативина или печёночных ферментов, потом переоцените. И когда шкала у вас в Хазбле уменьшится, примерно составит меньше в районе 2 баллов, вы можете, конечно, брать антикоагулянтный препарат. Дайте ссылку в YouTube, можно презентацию, всё так далее, так далее. Можно откинуть лекцию. Спасибо. Чётко формируйте показания к назначению прямых антикоагулянтов. Уважаемые коллеги, я просто не смогу чётко сформировать применение, чётко сформировать показания при поведе для новых оральных антикоагулянтов из-за отсутствия результатов клинических исследований. Уважаемые коллеги, я прошу просто понять правильно, потому что если я говорю так, потому что у меня не хватает смелости так сказать, просто как некоторые другие люди. Спасибо большое, всё такое-то, вот. Спасибо большое. Шкале по два. Да, добрый вечер. Влад Лужанович, это вы? Да. Да-да-да, я хочу поблагодарить. Первый, мы с вами уже говорили, всё-таки относительно отцветил фалисиловый кислород, запутанно. Там написано, почти всем больным в лёгкой форме надо назначать. Это надо уточнить. И второй комментарий относительно, вот один доктор задавал вопрос, Дедимир у нас не определяет, что делать. Сейчас, секундочку, да. Нет, секундочку, то есть получается, я просто запишу, аспирин? Да-да-да. Аспирин всем пациентам. Да-да, там рёгкая форма там написана. В нашем, вот, из 10-й версии, от 15-го. Приложение там уточнено, а общий частый, который читают врачи поверхностно, там приводит к большой путанице. И второе, относительно оценка риска тромбоза, тромбоэмболистского осложнений. Кроме Дедимера, конечно, амбулаторно, не только амбулаторно, стационария не определяет. Вот я прочитал, посмотрел, и очень мне лично понравился. Есть очень простой нитрофильный лимфоцитарный индекс. Точка отсчёта в этом исследовании был 5,7. Если соотношение нитрофилов к лимфоцитам в общем анализе крови превышает 5,7, 10 раз увеличивается риск тромбоэмболистского осложнения. Поэтому для практического врача это очень удобный практический инструмент. Вот кто-то задавал вам вопрос, вы пропустили, что там Дедимера. Конечно, нужно определить клинические риски по двум шкалам, которые у нас в протоколе есть. Это ПАДУА и ИМПРОФ. Кроме Дедимера, вот этот показатель, нитрофильный индекс, нитрофильный лимфоцитарный индекс. Наши врачи только пациенты смотрят, а вот абсолютное количество очень информативных показателей. Что касается нитрофильного индекса, знаете, что вот, наверное, это хорошая идея, но мы когда составляли, мы брали все маркеры, которые валидированы. Понимаете, да? Возможно, что как он свалидируется, вот. Поэтому я не совсем, я вот в течение последних трех недель, я, конечно, выпал из активности, вот я только вхожу, просто вы можете мне, я вам позвоню, мы давайте обсудим просто, да, может быть, и то, что вот, я высказал свою позицию по аспирину, то есть получается, в основном это препарат для вторичной профилактики, то есть артериальных тромбозов, для первичной профилактики у пациентов, конечно, со скорой больше 10%, и для колоректального рака. Другого, конечно, показания, конечно, для первичной профилактики аспирина нет. Но что касается... Нет, я не понимаю, то, что написано протоколе. А, хорошо, мы откорректируем, 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 хорошо, спасибо. А так вы все отразили, как есть. Спасибо. Спасибо вам большое, Белат Кулжан, спасибо большое за то, что вы есть, и спасибо за то, что вы высказываете, и вы хотите, конечно, улучшить наш протокол. Мы постараемся. Так, давайте, тут антидотоксорелта нет, что такое. Почему люди спрашивают больше вот таких... Уважаемые коллеги, я просто хотел... Пожалуйста, еще раз утвердите мои слова по поводу применения новых оральных антикорреклянтов, что мы не можем утвердительно так сказать, как некоторые наши коллеги, при отсутствии результатов клинических исследований. Хорошо, хорошо. Что от меня хотят? Просто... Ну, уважаемые коллеги, на сегодняшний день... Да, потому что относительно вот добегатрана, говорят, есть антидот. В принципе, и против реверсована есть антидот, но он у нас не зарегистрированный, и в России тоже не зарегистрированный. Он негальный, он универсальный. Да. Кто-то пишет, всегда с уважением относилась и так далее, это, конечно, но это была самая ужасная лекция, мне легче, и так далее, кто-то сказал, что коллеги, начиная с обсуждений, я обсуждал российских коллег, ну, на самом деле, что начиная российские коллеги, начиная, нет, я обсуждал их в каком понимании, которое мы видим просто, кто это пишет, мы говорим о ковиде, причем в начале 2013 года, что-то я не просто могу понять, кто это, так, в Сауле пользователь какой-то, но я не знаю. Уважаемые коллеги, еще есть вопросы, просто тут вопросов миллион, просто, да, мы, наверное, запишем, потом, если какие-то вопросы, кто знает мои телефоны, пожалуйста, вы можете просто связаться со мной, вот. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, я просто хочу поблагодарить всех за ваше внимание, я думаю, что сегодняшняя наша лекция была полезной, просто мы попытались познакомить вас с содержанием нашего протокола. На следующей неделе мы, я вам расскажу, то есть, о проблеме диагностики и лечения тромбозов, глубоких вень и тромбомболей и лёгочных артерий. Какие существуют схемы? Какова должна быть, как, конечно, длительность, просто получается. Конечно, с учетом особенностей, конечно, ковида, какие схемы подходят, какие схемы, конечно, не подходят, об этом мы поговорим вот на следующей неделе. Время, вы скажите, пожалуйста, что когда мы можем это сделать, просто на следующей неделе? В вторник или в среду? И мы, наверное, пятницу закончим беременными. Уважаемый Ахмеджан Бегалич, позвольте вас поблагодарить за очень содержательную, понятную лепсу. Вы на самом деле представили все, что есть в нашем национальном клиническом протоколе. Уважаемые коллеги, большая просьба пользоваться. Там четко прописаны все дозы антикогулянтной терапии. И сегодня это очень важно. Это одно из патогенетических лечений коронавирусной инфекции. Я думаю, что такие лекции будут на постоянной основе, потому что вы знаете, что коронавирусной инфекции всего 6 месяцев. Появляются новые данные, накапливаются новые знания. И по мере накопления, по мере актуализации клинического протокола мы будем проводить такие вебинары. И вот один такой был очень хороший вопрос по поводу применения антиагрегантов, что есть небольшие опечатки в тексте. Но поэтому мы сделали большую таблицу и очень большая просьба пользоваться сводной таблицей, алгоритмом, которая есть в конце клинического протокола. Там четко прописано, но что-то, если где-то будут какие-то вопросы, можно, конечно, и нужно обратиться к текстовой части. Благодарю вас всех. Будьте здоровы и любите себя. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, на этом разрешите закончить наш вебинар. Уважаемый Ахмеджан Бигалиевич, огромное вам спасибо. Уважаемые коллеги, вся эта работа проводится группой разработчиков протокола, как и написания, так и проведения вебинара, разъяснения основных положений протокола на чисто добровольной основе. Желание действительно помочь практикующим докторам в их работе, в очень важной, сложной работе. Хочется поблагодарить всех докторов, которые сейчас работают с ковидными пациентами, которые консультируют наших докторов за их труд, за их доблестный труд. Пожелать им здоровья, успехов в работе, чтобы мы преодолели эту сложную ситуацию. Очень рада видеть и слышать Викулата Жановича, моего учителя. Я училась в Актюбинском медицинском институте и действительно очень корректно Викулат Кулжанж обращается к разработчикам протоколов. Дело в том, что мы профессиональная группа, поэтому если есть какие-то предложения по улучшению клинического протокола, какие-то обсуждения, что-то несогласие, лучше обсуждать с разработчиками протокола и уже предлагать свои какие-то моменты с ссылками. Действительно, как Ахмеджан Бегалеевич говорит, все, что прописано в протоколе, оно проходит через объединенную комиссию по качеству, где нужно все аргументировать с ссылками в международных публикациях, с классом доказательности. Накапливается реальная практика и клинические исследования на подходе уже результаты. Поэтому протокол будет улучшаться, уважаемые коллеги. И думаю, что вот эта последняя версия, она на сегодняшний день такая более оптимизированная, которой могут уже наши доктора пользоваться. Мы старались уже в виде таблиц для удобства разместить основные моменты, объяснение инфекционного процесса по периодам, когда, какое лечение показано, все лабораторные данные. Но мы уже подумали, как еще усовершенствовать наш протокол, как его улучшить для понимания докторов. Поэтому мы работаем, работу будем продолжать. И каждая помощь, конструктивная критика, пожелания будут с благодарностью приняты, уважаемые коллеги. Ахмеджан Бегалич, было около 179 участников. Мы благодарим наш университет, сотрудников нашего информационной поддержки. И запись вебинара мы вам, уважаемые коллеги, отправим на чат. И большое спасибо. На этом мы сегодня заканчиваем. Ахмеджан Бегалич, два часа. Ахмеджан Бегалич, два часа. Про работу. Был кневмонит, все вылечили, анализы, все в пределах нормы. По КТ динамика положительная, но температура у нее не спадает. 39, 38,5, никакие жаропонижающие НПВС не помогают. Додимер, прокальцитонин, интерликин, все отрицательно. То есть клинические анализы все в пределах нормы, но есть небольшая тромбоцитопинез, 130. В общем, невропатологи посмотрели, пришли к выводу, что гипоталлинический синдром может быть такой. Но вы знаете, что не совсем вот такой компетенции и в любом я просто затрудняюсь ответить на ваш вопрос. И может быть наши инфекционисты Амагуль Бандыковна, Бахат Нургаливна, может быть вы скажете, то есть в любом случае лихорадка получается. Это признак воспаления. Уважаемая коллега, нужно будет организовать консилиум, где нам нужно предоставить всю выписку, анамнез. Вы в двух-трех словах сообщили о такой тяжелой сложной больной и ваши диагнозы пневмонит и так далее абсолютно непонятны. Поэтому пожалуйста полную выписку и все обследования. Я не думаю, что сейчас такое время и та аудитория, где мы это можем обсуждать. Действительно вы можете организовать онлайн консилиум. До этого вы должны предоставить все данные об этой больной. А куда прислать? прислать на чат инфекционная служба вы представьтесь пожалуйста во-первых. Это доктор Чемкента, просто у нас лежит пациентка, вот интересный случай. Вот доктор Чемкента, у вас есть имя, фамилия, место работы, больница, ваша должность. Вот у нас есть чат, инфекционная служба, да. Вы знаете Бахнургалюту, ее телефон, я думаю, что это не место и не время для обсуждения этой пациентки. Мы будем занимать все общее время. Мы готовы к обсуждению полностью, что в наших силах для наших пациентов и для наших коллег. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. До свидания, уважаемые коллеги. До свидания, хороших выходных всем, удачного удачных выходных сколько человек. Спасибо.